Десятилетняя Нина Гунько на лето собирается к бабушке в Хмельницке. Каникулы не повод расслабляться, считает девочка. В гостях у родных Нина будет продолжать учить английский язык и заниматься индийскими танцами. А пока делится впечатлениями от пребывания в пришкольном лагере. Больше всего мне понравился художественный музей, потому что я сама люблю рисовать, хожу на рисование. И мне кажется, что лагерь лучше, чем без дела сидеть дома. Сегодня стоимость одного дня пребывания в школьном лагере составляет 20 гривен. Деньги идут на двухразовое питание для детей. День начинается с сытного завтрака. Сегодня котлетные лица, пюре, капуста и всё. Ну, булочку, сейчас буду кушать. С утра прибегают, узнают, что у нас сегодня будет интересное на завтрак, что будет на обед. Мы иногда их держим в секрете. Говорим, это будет секрет. И они даже, о, сегодня секрет, секрет на обед. Готовили мы блинчики с шоколадом. Привозят нам свежие фрукты, ягоды. Даем им клубнику, черешню, бананы, блинчики, оладушки, сырнички. Ну, как-то хочется их летом, на каникулах сделать им праздник и их побаловать. Чтобы приготовить 88 порций, повара школьной столовой приходят на работу в 6 утра. Говорят, каждый раз стараются побаловать ребят чем-то вкусным. В рационе каждого школьника обязательно есть свежие фрукты. Это маяк. Он двигается и отбивает, сколько тут взять шариков, столько он и на той стороне, на другой будет отбивать. При школьных лагерях для детей предусмотрены спортивные игры, увлекательные экскурсии и отдых на природе. Протягом дня обовязково три-четыре виды экскурсий або походов разных на природу. Дети самі мають змогу выбирать, где им лучше, где им интереснее. И это, конечно, наверное, первым чином приваблюет детей, потому что у них есть выбор. Естественно, очень хотим, чтобы детки за время лагеря не просто баловались и веселились, а все-таки что-то во время игры узнали новое. Открыли мир с другой стороны, чтобы расширить их кругозор, чтобы они посмотрели на разнообразие красок нашей жизни. Всего в Харькове до 16 июня будут работать 190 пришкольных лагерей. На оздоровление детей из областного бюджета выделили 41 миллион гривен. Усего за попередними плановыми показниками здоровья кампании, оздоровлением та відпочинком в 16-му році планується охопити 204 222 дитини. Что складає 86% від загальної чисельності дітей шкільного віку від 7 до 17 років. В оздоровительних лагерях регіона, которые будут работать все лето, первые сміны начинаются уже сегодня. Кроме этого, в городе области можно найти тематический досуг. Записаться на кружки и факультативы. Для любителей авиации на базе Харьковского аэроклуба Мини-Грязодубовой создают детско-юношескую школу лётчиков. За лето планируют сформировать две групи – младшую и старшую. Теоретическая подготовка, какие-то там обзорные лекции. Затем стажировка на авиатехнике, то есть работа непосредственно на авиатехнике. Затем, возможно, для людей, ребят постарше, которые захотят полетать, возможно, они смогут это сделать. Ну и такая тематика, как парашютные прыжки – это тоже всегда всем интересно. Помимо этого, школьники смогут посетить музей авиатехники в Коротиче. В штатном режиме будут работать и другие музеи региона.